Большой балет. Этот бренд, как мы сказали бы сегодня, знают во всём мире. В течение 20 лет, начиная с 1944 года, балетную труппу Большого театра возглавлял выдающийся балетмейстер Леонид Михайлович Лавровский. Его сын, премьер Большого балета, лауреат Ленинской государственной премии, народный артист Советского Союза, педагог и хореограф Михаил Леонидович Лавровский, блистал на сцене в те самые годы, которые любители искусства называют «золотым веком Большого балета». Сегодня он согласился встретиться со зрителями нашей программы. Фамилия Лавровский мне и мешала, и помогала. А вот так по театру очень вредило вначале, когда я пришёл в театр. Шутили, издевались, актёра ставили. Но потом я неплохо работал в театре как артист. И они это оценили. У меня было хорошее отношение с толпой, очень. Оссанг Михайлович Мессерера класс был блистательный. Я лучшего класса не видел. К нему приходили балерины или танцовщики, которые обладали средней техникой, особенно прыжковой. А уходили, через год они владели всем. Это называется настоящий класс. Наше поколение, где наши великие артисты. Ифадеевичев, Васильев, Тихонов, Лепа, Марис, Владимир Фьора. Я беру сейчас мужчин называю. Техника была на пределе тогда. Когда поднялись выше Ермолаева, Чебукея, Нессерера. И по эстетике, и по сложности техники. Я не говорю, что надо перепрыгнуть обязательно, так сказать, два метра. Но полет должен быть и духовный, и, так сказать, физический. Потому что никто это не убирал. Вот это было у нас в наше время. Мы говорим с публикой через музыку, первое искусство, вечное, и через пластику человеческого тела, без языкового барьера. Значит, надо убедить эмоционально, что это вот тот образ, который предлагает режиссер. И который по замыслу режиссера передает публике артистка или артист. Вот это было только у нас. Я опять повторяю, смысл исполняемого. Это терять нельзя, мне кажется. Ни в коем случае. Это наш плюс. Я ни в коем случае не унижаю западный балет. Он прекрасный, технический, по-своему, замечательный артист и все. Но танцовщики и балерины, которые поставлены спиной, выходят на исполнение того или иного трюка. Понимаете? Только меняют костюмы. Что Жизель, что Дангихот, что там спящие. Движения везде одни. А вот изнутри прочувствовать роль, чтобы быть везде один, русский язык один и тот же везде. Но Толстой отличается от Достоевского, а тот от Булгаков, условно говоря. Я не хотел, но Леонид Михайлович Лавровский, мой отец, настоял. Помоги, как партнер, бессмертный. Я с ней работаю, он долго с ней работал. Он очень любил бессмертного. Он с ней сделал Жизель практически. Ну а кто будет работать по вечерам, каждый день в течение года? Только сын, естественно. Он говорит, ты учти, не артачься, это тебе выигрышная карта. И действительно он оказался прав. Боже, я бы никак не подходил к Жизели. Но он меня убедил. Первый «Спартак». Я еще не танцевал, сам только учил. Вот убедил. Лиепа Васильев. Ну, Василий Спартак и Лиепа Крас. Тимофеева Егина. Максимова Фригия. Ну, понимаете, это было шедевр. Это было античное откровение. Это нельзя назвать, потому что это было балет. Помимо таланта и гениальности этих актеров, там, Мариса и Володи. Это, понимаете, ну, как хотел сказать. Это был захватывающий спектакль. Это не мальчик на сцене, который изображает того или другой образ. А это действительно... Вот я скажу вам, что после... Опять же, это мое мнение. Блистательный на станцовке. Но после Мариса я, как раз, и не видел. Надо иметь талант и надо иметь хорошего, мощного художественного руководителя, который ставит. Вот у нас был Григорьевич. Талант, само собой. Наша работа, где талант имеет, ну, может быть, 55-60%. Если вы не каждый день работаете, вы не станцуете так, как надо. Вы понимаете, в чем дело? Отношение было. У нас была идеологическая борьба с Западом. И мы были во всем первыми. Посмотрите, балет, драма, опера, спорт, цирк. И первые полетели в космос. При всех минусах, может быть, того времени, но это было отношение. И так же было и на сцене. Если вы что, не так станцевали, вся труппа... Не то, что она вас так осуждала. Уже вы видели, что другой... О-о-о, отворот... Уже вы не котируетесь так. А это было стыдно. Особенно мужчине в этом виде искусства. Да, в 60-е годы мужской танец стал на равную. И даже выше женского танца поднялся по техническому. И по эмоциональному выплеску. Вот это хорошее чувство соревнования и чистолюбия хорошего, не тщеславия, а чистолюбия человека. Это было. Да, у меня не получалось. Да, я корявый. Да, я там с чего-то падал. Но иногда у меня получалось. И это меня подымало. Нельзя было гореть дверь с лицом. Понимаете? Тем более при таких танцовщиках, которых я назвал. Как выходить после них, когда ты там, если ты совсем пень? Надо было что-то достойное делать. У моих товарищей у меня было в крови. Надо быть первым. Выиграть может не получиться. Но стремиться к этому ты должен обязательно. Если человек выходит не выиграть, вот тогда или не составит роль, в любом случае конкуренция существует. Поездка для нас была. Это событие. И для Запада было событие. В наше время, если плохо заносовать глаз, никто не валяет. Но вы три года никуда не выезжаете. А это был, понимаете, это был сдерживающий центр. Хочется выехать. Для нас это была новая планета. И когда мы приезжали и достойно показывали Советский Союз, для них мы тоже были марсиане. Мы играли лучше любых дипломатов. Как-то ребята из нашего посольства сказали, слушайте, вы сыграли роль лучше любого дипломата. Это так, это так. Мы не провалили дело. И балет, большой балет стал называться именно только тогда, начиная с 1956 года. С первого выезда Ромеро в Лондон. А Лондон – центр культуры. Лавровский был стопроцентно перерожденный руководитель. И потом, понимаете, тоже это имеет большое значение. Я смотрю какие-то кадры, когда Олег Михайлович репетирует «Лебединое озеро». Входит камера в салон, это, кажется, было сделано, и он говорит, подожди, идет репетиция. Отношение было такое, что мы делаем что-то какое-то космическое. Ну, понимаете, это сейчас наивно звучит, но когда это чувствует человек, что ему длежит ответственность стопроцентная. Бессмертный я очень больше танцовал с Наташей, особенно Жизель, Спартак, Иван Грозой с Ниночкой Сорокиной. С Ниной мы танцовали с Дианой. Но Дианой я танцовал очень мало, потому что Диану Актону стать можно только молодым. Это чистый полет. Когда я снимался, уже мне было, как, 30-ти годами, это Шабловка еще. Но мы могли снять только Адашу, потому что маленькая сцена и цементный пол, там нельзя вон снять. А вот все остальное плохо. Потому что вот уже, вот тут возраст недопустим. Под Эддиану Актону. Это чистый полет. И духовный, и физический. Как у Пушкина. Лисах Горгаев, Весчастливый, Заванью Дикой и Пугливый, и стремился долго Актону. Вот это надо, чтобы было в ПДД видно. Вот так надо танцовать, стремиться. Полет должен быть у особенного мужчины. Вот Владимир Сорокин, это для меня идеал ПДД Дианахтона. Я вижу по истории. Каждый человек будет стоить ровно столько, сколько он стоит. И период в театре. Как бы его не принижали одни, или не возвышали другие. Время все поставить на свои места. Потому я хвалю своих коллег, они вещественные гениальные танцовщики. И мне это честь, что я участвовал в такой когорте великих артистов. И старался быть впереди. Я относительно немало читал. Я интересовался философией. Я интересовался взглядами того или иного хореографа. Кто мне нравился. Кто не нравился, тоже смотрел, никогда не ругал. Если мне не нравился человек, я больше не ходил в него. Не то, что надо прийти, обязательно ругать, что это плохо. Нет, мне не нравится. Может, это гениально. Я, мне это не убеждает. У меня была возможность в Белесе поставил у нас первый джаз-балет «Порги и бес». Он шел с успехом. Но у меня произошла ссора с нашим руководством билистским. Я ушел, и потом спитакли, конечно, убрали. Фантазия на тему Казанову. Юрий Николаевич Григорович дал возможность поставить спитакль в Большом театре. Наш замечательный музыкант, представительный мой друг Владимир Семенович Багарат мне предложил «Послушай, о остров мертвых» Рахманинова. Только мне кажется, не танцевальная музыка. Я послушал, говорю, гениально. Тоже музыка для Нижинского. Нижинский, понимаете, он остался легендой. И сейчас делать какие-то, поднимать его интимные моменты, это, я считаю, неправильно. Это мое мнение, понимаете. Когда вы показываете великих людях, вы делаете спектакль. Показать надо художественно, потому что это художественный фильм, художественный спектакль, художественное произведение. Какие-то сексуальные интимные моменты, тогда это хроника. Вот я по кино, я говорю, в кино, в художественном фильме, когда мужчины с женщиной говорят, что я тебя люблю, она говорит, что я тебя люблю. Ну, поцелуй. Они уходят под кадр, ясно, что они не будут читать там литературные произведения. Когда показывается все это, это уже для меня, это уже не искусство. Мы классические балеты. Свои основы, свой фундамент терять нельзя. Мы должны уметь танцевать. Правильно сказал наш потрясающе, величайший хореограф, современный Эйфман. Он говорит, оставьте Большой театр. Его дело – уметь танцевать в классику, не забывать. А для, так сказать, современной спектакля, современной классики есть другие театры. Посмотрите на «Спартак». Первый рейтинг в мире занимает по, так сказать, популярности. И, кстати, гениальный Иван Грозный по философии, потрясающий. Но это же классический спектакль. На классической основе все построено. Надо уметь танцевать. Если вы не взлетаете в «Спартаке», или вы пустой, как барабан Ивана Грозного, это вы же, значит, вы не тянете. Это не «Лебединая», это не «Спящая», это другая, новая классика. Мощно, правда, за счет великих артистов и великого хореографа Юрия Николаевича, конечно, поднята наверх. Но это классический спектакль. Барышников – великий танцовщик. Я видел это, блистательно станцевал какой-то современный... Я видел это по телевидению. Номер сегодня просто блестящий. Он может танцевать. Но танцовщик, танцующий только модерн, никогда в жизни не танцует, как Барышников или как Нуреев. Куда может развиваться балет? Я не знаю. Я могу сказать только одну вещь. Все идет волнами или волнами, как правильно по-русски сказать. Очевидно, вот в 60-е годы что-то было в космосе. Григорович, старший нас, значит, меня на 14 лет всего, даже меньше. И такие актеры великие, как это все поколение 60-х годов. Потому радиус новое. Новое видение, новое дыхание в искусстве, которое покорило весь мир. Но надо быть Льепой, надо быть Василием, надо быть Владимиром. Тогда это действительно убеждает. Надо быть Максимовой, Бессмертной, надо быть Семенякой. Сейчас настолько все по-другому, и мое поколение осталось всего 2-3 человека. Вот мне лично, мне безумно нравился спитак Эпоклетаро, Румео, Джилетта современной. Лавровский, Григорович, совсем другой. Но это наш хореограф, с английским режиссером он делал. Но это было интересно. У нас есть ко всему отношение серьезность, вы понимаете, у русского театра, у русского драматического театра, кино и балет, и драма, и опера. И есть отношение, так сказать, ну, поверхностного ничего нет здесь. Мы, может быть, очень плохие. Грубо говорить, бить физиономию там друг к другу. Но, если мы любим, по-моему, любим по-настоящему. Если мы отдаемся какой-то идее по-настоящему, у нас есть правда чувств, мне кажется, свое терять лицо нельзя. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok